Дорогие организаторы, уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемые друзья, вашему вниманию представляется проект кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, СИМСОП. СИМСОП расшифровывается достаточно просто. По первым буквам расшифровка идет такая. Студенческий интегрированный мультимедийный стартовый образовательный портал. Правильно, какая возникает проблема при создании данного портала и что это есть за портал. И какую роль, и какое место он занимает в конференции личность в межкультурном пространстве. Значит, в Российском университете Дружбы народов и в других университетах есть общая нервная тенденция к переходу на так называемую баллонскую систему обучения. Что дает мало возможности студентам младших курсов работать в системе фулл-тайм работы. То есть работа 5-2, 5 рабочих дней. Работа парт-тайм, то есть частичная занятость, например, 2 через 2, 3 через 3 и так далее, она вполне приемлема для студентов не ниже 3 курса, никак не ниже. Кредитная система обучения имеет свои наказания за пропуск занятий, за пропуск аттестации и так далее. Поэтому студенты сталкиваются с большой проблемой, как наработать свое портфолио, без которого в последнее время на работу не принимают. И живое подтверждение тому, это постоянные упреки студентам, которые говорят, что нас не хотят принимать на работу без какого бы то ни было опыта. Аргумент простой, мы не хотим вас учить, вас должны были учить в университете. Возникает вопрос, как студентам приобрести опыт работы, обучаясь по баллонской системе, которая дает мало возможностей для получения столь необходимого опыта и уж тем более фактического материала для своего портфолио. Поэтому возникает проблема создания и накопления портфолио. Это один из первых аспектов необходимости создания данного портала. Второй аспект. Ввиду того, что за 20 лет существования кафедры массовой коммуникации, специальности журналистика и связи с общественностью, накопился громадный материал, созданных студентами, преподавателями, приглашенными преподавателями, студентами других вузов, которые принимали участие в конференциях, в конкурсах различных и так далее. Накопилась огромная база этих материалов. Попробую подробнее остановиться на этом. На первом курсе студенты специальности журналистика и связи с общественностью имеют в учебном плане курс основы риторики, на котором они обучаются написанию различных жанровых работ. Например, очерки, рассуждения и, самое главное, рассказы. Ежегодно, каждый год, уже порядка четырех, уже четыре года идет день риторики в РУДН. Люди, студенты накапливают свои работы, которые фактически не имеют своего, не имеют публикации ни в прессе, ни в печатных изданиях, нигде. Лучшие работы, но это буквально три из ста работ, получают какое-то признание, публикуются на сайте преподавателя, получают призы. Остальные же работы не получают никакого признания. На втором курсе студенты занимаются по многим практическим курсам. Например, по курсу фотожурналистика, ныне присутствующего здесь, профессора Березина Валерия Матвеевича. Студенты создают большое количество папок по разным жанрам фотографий. Пейзаж, натюрморт, портрет, событийный репортаж и так далее. Как выяснилось, за много лет существования этого курса у профессора Березина накопилось огромное количество фотографий, среди которых есть наверняка шедеврильные. Дальше на втором же курсе ведется курс работы журналистов в газете. Целый год студенты создают свои живые, так скажем, газеты, то есть напечатанные газеты, которые за много лет существования курса дальше университета, но в редком случае некоторые из них участвовали в международных конкурсах, например, «Хрустальная звезда», «Хрустальная стрела» и так далее. Остальные же работы остаются, так скажем, в аналог истории факультета, в крайнем случае в аналог истории университета. Также на втором курсе ведется курс радиовещания, где студенты создают свои радиопередачи, радионовости, радиозарисовки, радиоочерки и так далее. Опять же, возникла проблема. Дальше конкурсов эти работы не уходят. Дальше идут курсы телевидения, маркетинг, менеджмент, где студенты делают работы, которые, к сожалению, имеют мало освещения и в большой прессе, и имеют мало признания на национальной арене и международной арене. Вопрос, как реализовать творческий потенциал студентов и как не дать угаснуть и не забыть вот эти работы, которые сделали студенты. Для этого был создан данный портал. Попробую, прошу прощения, что, к сожалению, интернет мы не смогли подключить. Попробую на сохраненных файлах показать, что это есть. Значит, вот стартовая страница, студенчески интегрированный Макъемдин и стартовый образовательный портал. Сам прошу обратить внимание, в правой стороне выделены 4 подкатегории, радио, ТВ, фото и газета. Четыре, вот здесь вот они плохо видны, сейчас попробую как-то... К сожалению, к сожалению. Четыре категории, в которые объединяются все работы наших курсов и наших курсов наших преподавателей. Вот, например, категория радио. Здесь выкладываются все радиопередачи наших студентов, которых, в смысле радиопередач, очень и очень много. И среди них есть действительно интересные, которые даже были опубликованы на некоторых радиостанциях Москвы. В разделе ТВ выкладываются, кстати, сейчас качается вчерашняя конференция, наши некоторые доклады. Выкладываются видеолекции, выкладываются видеоролики, выкладываются многие интересные вещи, связанные с видеоработами наших студентов. В разделе фото, вот, кстати, опять же, Валерий Матвеевич здесь зарегистрировался и уже выложил фотографии с защитой диссертации его аспирантов. Можно посмотреть, но, к сожалению, интернета у нас нет. Да, вот, здесь у нас Сунь Фен и Ван Лэй, да. Навигация и регистрация на портале очень проста, очень, вот, прошу, вот, список контактов моих, это вот, я, к сожалению, свой профиль взял, мои публикации. Дальше интересная вещь есть у нас, ведение блога. Блог очень интересная вещь, очень популярная, очень распространенная, не новая. Также предусматривается ведение блога на этом портале. Это одна из сторон необходимости создания СИМСОП. Вторая сторона вопроса. Каждое подразделение...